Привет, друзья! Видите, как я вас солнечно сегодня встречаю? Сегодня у нас праздник церковный. Праздник называется День Святой Варвары. Мы православные, поэтому праздники всегда отмечаем с большой любовью. Показала вам погоду на улице, теперь показываю погоду дома. Боренька в таких вот чувствах вас тоже. Мы решили с ним сегодня приготовить лубьяни. Лубьяни это лепешки с фасолем. Их именно в этот день у нас едят. Нет, не только в этот день, конечно, всегда, но традиционно. В этот день у нас кушают обязательно, прям вот обязательно надо скушать лубьяни. Поэтому мы с Боренькой сегодня решили сделать вам лубьяни. Вот мы сейчас их будем... Я фасоль еще с ночи отмочила и поставила варить. А тесто мы сейчас с Боренькой будем делать вместе. Ну что ж, начинаем. Боренька вот сидит подглядывает. А я вам кратко расскажу, что мне для этого нужно будет. Я делаю сейчас тесто. А тут у меня полтора килограмма муки. Я сюда положу одну полную чайную ложку соли. Сюда же сейчас отдельно сделаю запарку. Тут у меня 15 грамм дрожжей и столовая ложка сахара. Сюда же добавляю отсюда же, вот, с общей массой, столовую ложку муки. Вот так вот перемешиваю. И здесь у меня... Я хочу один раз сделать рецепт теста, чтобы все ингредиенты были подсчитаны. Вот что, сколько нужно. Вот здесь у меня ровно литр воды. Тут 40 градусов температура. Ее литр. И с этой же воды я вот в запарку наливаю водичку. Мне интересно, хватит мне литра воды или нет. Если не хватит, я обязательно вам об этом скажу. Пока вот такую вот запарочку я сделала. И теперь ее на несколько минут подкладываю. Жду, пока поднимется. Прошло ровно 3 минуты. Дрожжи у меня вот такие вот на букве раз-раз пожились. Я их наливаю сюда. И теперь буду месить с теста. Вот исходя из этой воды. Если мне не хватит, вы увидите, я добавлю. В общем, пока я буду месить тесто, я вам расскажу очень интересную историю про этот праздник. Про святую Варвару. Ну, начинаем. По поводу праздника святой Варвары. В Грузии святую Варвару почитают изданно. В честь только в Твилиссе возведены 4 храма. В Варварово важный зимний праздник в Грузии. В семьях этот день принято печь лобиан. Пирог с начинкой из фасоль. Так как святая Варвара считается покровительной детей, на праздничные службы в храме обычно вводят много детей и подростков. Образ святой Варвары, красивой и мудрой девушки, пострадавшей за веру, часто вдохновлял самых известных в мире художников. Согласно легенде, святая великомученица Варвара жила при императоре Максимьяне. Ее отец, язычник Диаспор, был богатым и знатым человеком в городе. Варвара отличалась особенной красотой и была заперта отцом башни, чтобы скрыть ее от посторонних глаз. Перед заточением она наблюдала за окружающим миром и за окон, и пришла к мысли о существовании единого создателя, в общем, бога. Дискор мечтал выдать свою дочь замуж, но Варвара была непреклонна. Он решил выпустить девушку из башни, надеясь, что общение изменит ее отношение к браку. Именно тогда Варвара познакомилась с христианами и приняла крещение. Сюда же добавлю масло. Сейчас скажу, сколько. Одну, две, три, четыре, пусть будет пять. Пять столовых ложек масла. Продолжаем месить и рассказывать. Когда отец-язычник узнал о религии дочери, Варвару жестоко пытали. Правитель города Мартиан дал отцу право свершить суд над дочерью, который обезглавил святую Варвару. Геоскура и Мартиана достигло вознесение, чтобы они были сожжены в молнии. Вот такая вот история про святую Варвару. Меня эта история очень заинтересовала и поэтому я про нее прочитала и поделилась с вами. Интересно, правда? У меня тесто поднялось в руках. Вот я чувствую, что оно уже поднимается. Теперь я ее накрою и отложу и засеку время. Скажу вам, через сколько он будет у меня готов. Мое тесто меня никогда не подводило. Поэтому посмотрим. Ну что ж, я вернулась. Вот прошло ровно 20 минут. У меня вот такое тесто стало. Смотрите. Вот так оно выросло. Сейчас я ее перемешаю. И поставлю еще раз подниматься. У меня все равно фасоль пока... В принципе, ее уже можно делать. Просто у меня фасоль пока не готова. И поэтому я могу пока фасоль не приготовиться ее несколько раз подвести. Вот так вот. Продолжаем делать лобьяни. Я фасоль сварила, слила с нее водички и сделала вот такую вот пюрешку. Она у меня густа. Здесь нет пока ничего. Лобьяни делают много видов. Но я сегодня для вас сделаю постный вариант. Почему? Потому что сейчас идет пост рождественский. И многие постоят. Поэтому лобьяни в этот праздник всегда делаются постные. Раз праздник церковный. И фасоль у нас должна быть постной. Есть другая версия приготовления лобьяни. Когда в фасоль добавляется только сливочное масло, соль, перец и все. Это тоже очень вкусно. Но сегодня мы будем делать с зажаркой фасоль. Это будет у нас лучок, чесночок, зелень, приправы. И еще чуть-чуть я перца досыплю красного. В общем, начинаем делать фасоль. Сейчас я все нарежу и дальше поедем. Ну что ж, лук я нарезала. Лук с зеленью. Сковородка у меня уже горячая. Сейчас налить сюда подсолнечного масла. Не очень много. Пару столовых ложек буквально. И насыпаю сюда лук. И часть чеснока. Часть чеснока с зеленью я оставлю на потом. Чтобы добавить в сыром виде. Я обжарю лучок. Хорошо. И увидимся. Ну что ж, у нас лучок пожарился. Вот он. Подрумянился. Теперь формируем. Просыпаем ее сюда к фасоли. Вот она. Сейчас сюда же добавим зелень с чесноком. Сюда же обязательно положим приправы. Это у нас будет хмыли-сунели. Вот это пол чайной ложки. Это у нас уцхо. Столько же. Это у нас кориандр. Тоже столько же положим. И я сюда добавлю красный перец молотый острый. Кто как любит. Можете черный. Я просто люблю острый. Я всегда ее добавляю. Вот такие приправки у нас сюда ушли. Теперь все это тщательно перемешиваем. Делаем такую однородную массу. Обязательно нужно посолить все это. Наверное возьму вот так вот. Чайную ложку соли. Если что, можно добавить. И все это хорошенько перемешиваем. Такая у меня получилась начиночка. Что я сюда еще добавлю. Это по желанию. Чисто по желанию. Я бы сюда добавила что-нибудь кисленькое. Могу тремали долить. Могу уксус делать. Ну чуть-чуть. Столовую ложку. Но у меня есть вот такой вот гранатовый сок. Я сама его делала. И хочу обязательно сюда долить вот такую вот столовую ложку гранатового сока. Хуже точно не будет. Поэтому вот такую вот массу я сотворила для своего пирога. Теперь перейдем. Ой, запахло как вкусно. Теперь перейдем к тесту. И будем делать лубиани. Смотрите, какое оно большое. Сдуло, стало огромное. Вот. Теперь мы ее цепляем сюда-отсюда. Сделаем кружочки. Это тесто нам, конечно, все не понадобится. Я всегда тесто делаю в запас. Как вы заметили, это тесто постное. Это на воде, без яиц. Вот так вот оно выглядит. Я муку, опять же, вы, наверное, помните, что не люблю мукой пользоваться после того, как тесто замешено. Я буду все делать маслом. Вот так вот. Облажу ее маслом. И наделю теперь вот такими вот немаленькими шариками. Сегодня я буду тесто делать, лубиани делать сверху, на плите. Не в духовке. Поэтому я не делаю большие лепешки. Буду делать маленькие, аккуратные, чтобы помещались на сковородку. Вот пока я три штуки сделаю. Ну вот я положила тесто. Пальчиком ее разминаю. Вовнутрь кладу вот такую вот столько фасоли. Ну, столовую ложку, по-моему, чуть больше. Подбираю бока. Вот так вот склеиваю. Обязательно переверну. И вот такими вот движениями. Я буду формировать лепешку. Вот такими. Сковородка у меня в ключе. Там греется. Она уже, чтобы не перегрелась. Она должна быть совершенно сухой. Теперь, 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 в свой лубиани я переношу на сковородку. И руками здесь тоже придам ей форму. Обязательно надо сделать дырочку в середине. Чтобы она у нас не раздулась. Вот таким образом она у меня будет жариться. Пока один лубиани жарится, я буду готовить в другой. Вот точно так же. Руками разминаю тесто. Выкладываю внутри вот такую начинку. богатую и вкусную. Склеиваю бока. Переворачиваю. И дальше начинаю с ней работать. Если что-то клеится к рукам. Вот у меня маслица есть. Чуть-чуть намочите масло. Вот так вот. Лубиани выпекаются на, не на высоком огне, на среднем. Вот. И пекутся они где-то по 10 минут с каждой стороны. Вот и второй готов. Положим второй, начнем в третий. И так далее. Ну что ж, вроде лубиани уже вкусно пахнут, жареным. Поэтому, мне кажется, его надо перевернуть. Ну, в принципе, можно было еще подержать. Но ничего. Мы ее еще раз перевели. Пусть теперь так пожается. Вот такой у нас получился румяненький. Хоча б этот, лубиани. Я перекладываю ее на далеку. Если по-вашему она у вас сухая, можете обмазать маслом сливочным, если вы не на посту. А если вы придерживаетесь поста, то обмажьте ее подсолнечным маслом. Или каким-нибудь спредом, постом. Так, из своего расчета я делала полкило фасоли, варила. У меня получится 4 лепешки. Поэтому я сделаю 4 штуки таких вот лубиани. Тесто у меня около 800 грамм теста осталось. Оно у меня никогда не пропадает. Я с них делаю вкусные лангоши или еще что-то, пирожки. Поэтому в холодильник брала и знаю, что тесто у меня есть. И я спокойно. Всегда можно что-то слепить. Вот такой вот у нас следующая лепешка будет. Вот так вот. Ждем-с. Ну что ж, вот как выглядят мои лубиани. Их получилось 4 штуки. Горя доволен. Я тоже. Они у меня мягенькие. Сейчас я вам покажу все в разрезе. Сейчас разрежу и покажу. Вот я ее порезала. И вот смотрите, что внутри. Оно полно начинкой. Оно такая мягкая, очень приятная на ощупь. Вкус. Я вам сейчас не знаю, насколько смогу передать. Я постараюсь. Но вы мне все равно не поверите, чтобы я не сказала. Будут сомнения. Поэтому пеките сами. Это очень вкусно. Очень необычно. Очень, не знаю. Вот прям пустый, очень вкусный пирог. С праздником всех. Счастья, радости, удачи. С наступающим. Оля тоже поздравляет всех. Подписывайтесь, лайкайте и оставайтесь с нами. Пока-пока.